всем привет друзья это шестое видео курса спотовой торговли от сискальп в этом видео я расскажу как скачать терминал сискальп установить его также мы разберем интерфейс сискальп и основные настройки рассмотрим также как в стакане выставить лимитную и рыночную заявку на покупку и продажу того или иного актива предыдущем видео мы рассказали о том какие существуют подходы стиле торговли скальпинг средний срок и инвестирование если вы пропустили это видео очень рекомендуем его посмотреть ссылочку найдете в описании не забывайте подписываться на канал и мы начинаем и так перед тем как скачать сискальп расскажем вообще что это такое сискальп это профессиональный софт для торговли криптовалюты фьючерсами и акциями терминал создан для активных трейдеров преимущественно через него торгуют скальперы и дэй трейдеры но теории он может подойти для реализации других торговых стратегий как было сказано в предыдущем видео для стратегии инвестирования терминал также удобен цель сискальп создать условия для максимально комфортной и быстрой торговли сискальп устроен так чтобы минимизировать количество кликов между решением о сделке выставлением заявки одним из основных преимуществ сискальпа заключается в том что с помощью сискальпа мы получаем максимально быстрые входные данные рыночные и сискальп что очень важно для скальпинга можно гибко настраивать под себя и выставлять заявки пару кликов сискальп работает с бинанс байбит о кекс хобби и другими криптовалютными биржами то есть в любой из этих бирж мы можем подключить сискальп если у вас есть аккаунт на той или иной бирже также через сискальп можно поторговать на московской бирже точнее здесь можно использовать привод бондаря но об этом чуть позже сискальп кстати можно подключиться сразу к нескольким биржам расставить несколько подключений в разных вкладках быстро переключаться между ними и торговать до 40 инструментов одновременно а вообще рабочее пространство сискальп можно настроить под себя и работать так как удобно сразу на нескольких биржах в едином интерфейсе сделки также выставляются очень легко и контролируются пару кликов что очень удобно для активного внутреннего трейдера итак мы переходим на официальный сайт сискальп ссылочка будет в описании регистрироваться для этого нигде не нужно мы на официальном сайте вводим вот сюда свою почту и нажимаем кнопку скачать бесплатно на почту придет письмо с установочным файлом и лицензионным ключом видим что письмо пришло на почту если письма нет заходим в раздел спам по техническим причинам письмо может попасть в эту вкладку прошу обратить внимание что в этом письме будет приложен файл это лицензия после установки будет запрошена эта лицензия и вы ее должны будете скачать и запустить после установки скачиваем сискальп и так открываем скаченный установщик и просто элементарно все выполняем по инструкции принимаем условия далее принимаем условия устанавливаем microsoft вижу открывается вот такое окно здесь соответственно еще есть очень много полезной информации привод бондаре это как раз терминал для торговли на московской бирже дневник трейдера бесплатный сервис который также очень полезен для ведения дневника для учета ваших сделок об этом тоже чуть позже поговорим и соответственно нас интересует вот эта вкладочка запустить сискальп здесь также есть поддержка и курс спотовой торговли которые вы сейчас смотрите здесь вы видите все соцсети сообщества учебные курсы бесплатный сигнал запустить сискальп при запуске мы вот здесь задаем пин-код из четырех цифр повторяем его это некий элемент защиты каждый раз когда вы включать запускать сискальп он всегда будет вас появляться кстати очень подробная установка инструкция есть на сайте после того как вы нажимаете скачать файл вас перекидывает на такую страницу где все расписано пошагово очень очень подробно не забываем также про лицензию о которой я вам говорил которая была прикреплена письме от сискальп когда мы устанавливали при запуске сискальпа у вас появится окно у меня но не появилась поскольку одна версия сискальпа у меня уже есть я уже вводил этот ключ лицензии при запуске сискальп у вас откроется окно где вы должны будете указать путь к этой лицензии который вы скачали все просто запускаем сискальп и так вот мы запустили сискальп у нас здесь открыты какие-то рандомные инструменты и первым делом что нам нужно это подключить сискальп к аккаунту нашей бирже к примеру давайте подключим к бинанс для этого нам понадобятся api ключи вот здесь в настройках мы выбираем подключение если мы выбрали бинанс то все остальное мы можем отсоединить если она нам не нужно вот это все то есть список всех бирж которые поддерживаются на сискальпе мы их все можем убрать кроме тех которые нас интересуют окекс байби хотя при этом вы можете подключить создать несколько подключений от каждой бирже но везде будут своим api ключи от той или иной биржи убираем все что нас не интересует фьючерсы оставляем только споты фьючерсы хоть у нас и посвящен курс спотовой торговли фьючерсы мы все равно оставим просто чтобы был пример подключения что мы абсолютно одинаково подключаем споты фьючерсы теперь переходим на страницу бинанс и так вот мы на странице бинанс первым делом кстати чтобы нам совершать сделки на спотовом рынке в разделе фиат и спот должны быть средства если мы торгуем в паре usdt значит у нас должны быть usdt то есть тезеры вот к примеру у нас 93 тезера и соответственно на эту сумму мы сможем совершать сделать далее api ключи переходим в раздел главного меню и здесь у нас вкладочка управления api api ключи это некое связующее звено между терминалом и биржей создать api с генерированной системой выбираем создаем метку примеру сискаль далее для того чтобы создать api ключ нам необходимо подключить двухфакторную верификацию это сделать можно в разделе безопасность главном меню здесь будет инструкция по подключению двухфакторной верификации ничего сложного здесь то есть к примеру это может быть подтверждение кодом по почте и номеру телефона и так вот у нас появились эти ключи никому не рекомендую их светить то есть показывать их строго запрещено сохраняем их где-то в блокноте желательно на том компьютере у которого не будет доступа в интернет далее редактируем ограничения перед этим для того чтобы включить спотовую торговлю нам необходимо разрешить доступ только к доверенным айпи адресам ставим галочку и вот здесь вписываем свой api чтобы узнать свою тему мы можем просто в поисковике ввести мой api копируем и вставляем сюда подтвердить далее мы включаем спотовую и маржинальную торговлю включить маржинальный заем включить возможность вывода средств это лучше не трогать соответственно если мы будем торговать фьючерсы то здесь нужно включить фьючерсы но сейчас речь идет о спотовой торговли и так мы сохраняем вот эти два ключа куда-нибудь в блокнот переносим 1 переносим 2 один из этих ключ отображать только один раз и после кнопки сохранить он не будет отображен поэтому обязательно сохраняйте какой-то документ иначе придется пересоздавать ключ после этого мы возвращаемся в терминал заходим в раздел настройки подключения и вот здесь мы открываем вот эти две вкладочки нажимаем на шестеренку и вводим наши ключи первый ключ вводим сюда и второй ключ вводим сюда сохранять пароль обязательно ставим галочку автоподключение базовая валюта расчетов usdt если вы торгуете к тезеру как я уже показал и соответственно использование прокси если у вас низкие пинги об этом поговорим чуть позже зависимость того что для вас ближе хабаровск или токио я ставлю без использования прокси поскольку у меня достаточно хорошие пинги до 300 должно быть после этого закрываем вкладочку и здесь нажимаем подключение такой значок розетки все у нас загорелась зеленым подключилась здесь бессрочные фьючерсы на будущее мы подключаем точно также вводим api и api secret те же самые и подключаем но сейчас речь о спотовой торговле горячие клавиши вы устанавливаете под себя индивидуально отображение вы тоже устанавливаете под себя то есть язык размер шрифта и так далее цвета звуковые уведомления я вам советую включить все кроме срабатывания сигнального уровня его можно выставить здесь любой даже свой файл и прочая смена пин-кода теперь самое главное организации рабочего пространства мы можем создать множество вкладок вот добавить вкладку добавить вкладку добавить вкладку внизу мы видим вкладка 1 вкладка 2 вкладка 3 мы можем назвать их как угодно примеру xrp куда мы разместим эту монету создать рабочее пространство это как бы отдельная вкладка будет который можно перенести на другой монитор это очень удобно далее очень полезная вкладка добавить график и соответственно стакан об этом тоже чуть позже вот мы создали новую вкладочку и нам нужно прежде всего добавить стакан добавляем стакан цен монета xrp вводим выбираем обязательно к usdt вот у нас собственно подключилась монета стакан цен лента сделок и кластеры стакан цен как вы знаете расположение заявок на продажу красной зоне покупку зеленый лента сделок это отображение текущих тиков покупок и продаж соответственно зеленым и красным и кластеры эта история то есть сколько по той или иной цене было исполнено ордеров на покупку зеленым и на продажу красным теперь мы добавляем график этого инструмента нажимаем вот сюда у нас появляется здесь мы можем его расположить как угодно используя токин когда мы перетаскиваем этот график у нас вот такая иконка посередине отображается которая поможет нам сориентироваться как расположить данное окно примеру мне удобно вот таким образом на графике есть инструменты мы нажимаем правой кнопкой мыши на графике здесь же все интуитивно таймфреймы фигуры рисование линейка и так далее вот такое расположение лично удобно для меня довольно большой масштаб и все просматривается многие трейдеры делают вот так назовем например вкладку 2 и добавим несколько стаканов добавить стакан добавить стакан добавить стакан пусть у нас будет четыре стакана пусть это будет монету ванныч затем лавы агикс и ада далее мы добавляем графики каждому инструмент здесь добавляем график и размещаем его под стаканом немного подтягиваем отдаляем здесь повторяем то же самое для многих такой вариант более удобен вот таким образом можно организовать рабочее пространство как говорится кому как удобно четыре инструмента вы одновременно просматриваете четыре графика и можете контролировать одновременно все сделки по этим инструментом далее очень важный блок это настройка плотностей в стакане как видите сейчас стакан не настроен и очень важно настроить правильно плотности правильно настроена стакан это такой стакан в котором вы легко на глаз сможете различить крупную плотность на которую цена реагирует от некрупных для этого нужно выставить правильный объем заполнения строки крупный и крупный объем 2 и наша задача сейчас это правильно настроить это настраивается индивидуально каждому инструменту исходя из текущей активности того или иного инструмента первое что мы должны понять это какой объем должен быть в той или иной плотности чтобы на него наверняка среагировала цена у большинства альткоинов это может быть 300-400 тысяч долларов загруженных в одну плотность то есть какой-то объем плотности который эквивалентен в долларовом выражении 300 400 тысяч долларов как это посчитать мы открываем калькулятор и делим 400 тысяч на текущую цену примеру то 0,02645 и получаем полтора миллиона можем округлить немного полтора миллиона и будет наш крупный объем заходим во вкладку стаканы крупный объем полтора миллиона крупный объем 2 это будет аномальный объем который будет вдвое больше того что мы только что определили и будет соответствовать 800 тысячам долларов то есть это практически миллион долларов это реально аномально крупный объем для некоторых альткоинов и заполнение строки объема мы можем сделать также полтора миллиона то есть при достижении этого значения плотности у вас строка будет полностью заполнена и она же будет отображаться желтым цветом в данном случае крупный объем 2 будет отображаться фиолетовым цветом вы это можете настроить по своему здесь все просто для удобства отображения мы также переходим в раздел общий нажимаем сокращать 1000 объемов отображать линию кластера и здесь максимальная максимальное число знаков после запятой снижаем до 0 и множитель изменения шага цены также ставим единицу вот теперь у нас стакан хорошо настроен то есть мы здесь видим более-менее средние плотности маленькие плотности и большие плотности например почти в миллион контрактов если эта плотность будет полтора миллиона контрактов она у нас эта позиция как большая крупная а если она будет у нас три миллиона контрактов то подсветится как аномально здесь очень важно понимать что эти настройки будут меняться в зависимости от текущей активности рынка далее в разделе кластеры мы просто смотрим среднее значение максимальных кластеров примеру предыдущий максимальный объем кластере был 43 тысячи он выделяется всегда белым текущий 29000 поэтому поставим что-то среднее 35000 пусть будет далее тики фильтрации тиков я не фильтрую тики для того чтобы видеть всех возможных роботов которые могут быть замаскированы в ленте сделок например покупка или продажа одинаковыми лотами может быть проявлением того или иного автоматического алгоритма но мы можем отфильтровать те тики которые значимы для цены то есть это те тики при бросе при появлении которых цена на них реагирует примеру мы видим что при появлении тиков 300 100 контрактов цена никак на них не реагирует но после появления тика в 800 или там начиная с 600 цену немного это сдвигает поэтому мы примеру ставим 800 и все лишние сразу превращаются в точки для того чтобы это нам не мешало мы можем скрывать отфильтрованную теперь здесь отображаться будут только те тики которые способны сдвинуть цену в разделе торговля мы настраиваем рабочий объем это же довольно индивидуальные вещи здесь все собственно интуитивно размещение стоп лосс тейк профит делаем на сервере для того чтобы если у вас допустим выключат свет закроется приложение ваши лимитки не исчезли выставление в процентах также очень удобно на этом в принципе все теперь давайте разберемся с рабочим объемом который располагается вот здесь рабочий объем настраивается следующим образом примеру у нас депозит 93 доллара мы здесь можем настроить различный рабочий объем примеру мы хотим приобрести монету на 20 долларов мы вписываем 20 и ставим галочку вот в долларах и таким образом мы получаем 75 запятая 7 это то количество контрактов которое эквивалентно 20 долларам ставим к примеру 93 весь наш объем ставим к примеру 93 это весь наш объем это будет 352 лота то есть количество лотов который будет эквивалентно 92 долларам если мы перемножим эти значения мы получим значение 92 итак давайте попробуем теперь совершить первые сделки как вы уже помните сделки можно совершать двумя путями это рыночная покупка или продажа и лимитная покупка и продажа давайте начнем с рыночных заявок для того чтобы купить по рынку мы должны навести курсор на красную зону на зону продавца нажать левую кнопку мыши мы приобрели инструмент на 20 долларов для того чтобы теперь по рынку продать тот же объем мы должны кликнуть правой кнопкой мыши на зеленую зону нижней все очень просто с рыночными сделками мы разобрались а теперь чуть сложнее давайте разберемся что такое лимитные заявки об этом мы уже говорили очень важно понимать что лимитные заявки они отображаются в стакане и могут быть размещены только в своей соответствующей зоне то есть а лимитки на покупку могут быть размещены только под ценой то есть в зеленой зоне стакана как вы видите я размещаю лимитки до тех пор пока у меня не закончится маржа то есть лимитки закончится тогда когда я перейду отметку в девяносто три доллара то есть баланс моего депозита и как вы видите когда я размещаю мои лимитные заявки давайте разместим на триста пятьдесят два те заявки которые я размещаю они прибавляются текущим заявкам примеру давайте разместим на этой цене видите здесь стало сразу вместо трех шести четыре тысячи то же самое будет если мы разместим эти лимитные заявки на продажу в красной зоне для этого нам нужно купить пример мы покупаем на 20 долларов примеру мы ждем цену вот этих плотностей для крупных здесь цена отскочит и тут мы продадим размещаем здесь свою лимитную заявку на продажу вот так работают лимитные заявки как только цена к ним подойдет их исполнен преимущество лимитных заявок исключается в приоритетности их исполнения то есть они исполняются быстрее и по лучшей цене также есть еще такой вариант как отложенная заявка как я уже повторил лимитные заявки на покупку мы можем разместить только в зоне покупателя лимитные заявки на продажу мы можем разместить только в зоне продавца но что если мы хотим разместить к примеру заявку на покупку в зоне продавца или заявку на продажу в зоне покупателя мы ставим отложенную заявку для того чтобы ее поставить зажимаем кнопку v плюс левая кнопка мыши для того чтобы поставить заявку на покупку в зоне продавца то есть когда цена дойдет вот до этого уровня нас откроет на сумму 75 и 5 платок. Для чего это делается? К примеру, мы ожидаем вот здесь пробой уровня. Здесь будут, к примеру, какие-то хаи. Мы будем об этом позже говорить. О конкретных стратегиях. И мы ждем пробой вот этих двух плотностей. Для того, чтобы успеть зайти в сделку, мы ставим на границе заявку на покупку. Да, она может быть исполнена хуже, чем лимитная. А ее исполнение уже будет зависеть от наших пингов. Вот здесь пинги до 300. Это еще приемлемо. И соответственно, здесь будет развиваться какое-то движение. И там уже выше мы поставим лимитку на продажу, чтобы закрыть позицию. Также допустим, мы захотим продать все эти активы. Если цена там снизится до какого-то уровня, мы также выставляем отложенную заявку, нажав ВИК, плюс правую кнопку мыши в зоне покупателя. Дойдя до этой отметки, будет совершена продажа на выбранный объем. Итак, давайте подведем итоги. В данном видео мы скачали терминал сискальп, установили, узнали, что такое IP-ключи, разобрались с интерфейсом и совершили первые сделки в терминале. Мы также рекомендуем посмотреть подробное видео о настройке терминала, ссылка на которое будет в описании под данным видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментарии и мы на них ответим. В следующем видео мы поговорим о риск менеджменте и расскажем о том, как анализировать свои сделки. Не забывайте подписываться и до скорых встреч!